Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. В начале коротко о главном. Чрезвычайное происшествие. Сегодня в Махачкале на проспекте Амитхана Султана произошел взрыв. Есть пострадавшие. Стройка с недочетами. В Сулаке выявлены ряд нарушений при строительстве детского сада. Дошкольное учреждение посетил мэр Махачкалы. Комфорт ради детской улыбки. Республиканская стоматологическая поликлиника готова принять маленьких пациентов по новому адресу. В Дагестане будут развивать баскетбол. Сегодня Хабиб Нурмагомедов и Андрей Кириленко открыли площадку в 42-й столичной школе. Сегодня примерно в 15 часов в Махачкале на проспекте Амитхана Султана произошел взрыв, по предварительным данным, бытового газа. Не обошлось без пострадавших. Среди них есть и дети. Сейчас на месте работают специалисты МЧС и сотрудники полиции. На месте происшествия побывала и наша съемочная группа. Слово Кариму Даниеву. Один человек скончался, четверо детей пострадали. Еще одного спасателя в данный момент продолжают искать под завалами. Очевидцы рассказывают, взрыв был такой силы, что в соседних домах выбило оконные рамы, а несколько прохожих взрывной волной отбросило на метры. Благо, никто из них не пострадал. Я там во дворе на первом этаже в помещении был такой взрыв, выскочил в спецовке, смотрю, вот такой вот завал, беда. Аж огонь сюда перекинулось. Завалы, когда начали разбирать, там под плитой двое оказались. Один придавленный был к крови, другой там рядом. Домкраты принесли. Домкрата мы подняли. Плиту же невозможно. Меня дома не было, мальчики были дома. К счастью, они были на кухне, поэтому там все побито. Дети, шикурала, ходите, что здорово. Впоследствии выбиты рамы, разбиты стекла. Стекла, дверные проемы. У соседей полностью рамы выбиты. Первый, второй, третий, четвертый, пятый этаж все пострадали. У всех вот эта сторона, у которой волна была. Очень большая, это, конечно, честно говоря, мелочь, по сравнению с тем, что там люди пострадали. По сравнению, да, главное, чтобы дети остались, дети, люди. Это все поправимое. Двухэтажное строение буквально превратилось в руины. Предварительная причина ЧП – взрыв бытового газа. Прибывшие на место спасатели оперативно приступили к разбору завалов. В этом им активно помогали местные жители. Позже территорию огородили, и сотрудники МЧС несколько раз объявляли минуту тишины. Есть вероятность, что еще один ребенок остался под завалами. Внимание всем! Объявляется минута тишины. Отключаем двигатель и соблюдаем тишину. Работают технологии. В 15.09 по системе 112 поступило сообщение о взрыве бытового газа в двухэтажном жилом доме по адресу Амитхан Тултана 3Л. На место взрыва направлены силы средства Махачкалинского гарнизона. Это спасатели и пожарные. Кинологическая служба, психологи, инженерная техника. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Площадь разрушения 130 квадратных метров. На данный момент пожар ликвидирован. Проводится разборка конструкции. Имеется вероятность, что под завалами может находиться один человек. Трое пострадавших детей доставлены в Центральную республиканскую больницу. Один ребенок находится в ожоговом центре 2-й городской больницы. По факту взрыва прокуратурой региона организована проверка. Карим Даниев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. В Сулаке выявлен ряд нарушений при строительстве детского сада. В ходе рабочей поездки в поселок Салман-Дадаев посетил дошкольное учреждение на 200 мест. По итогам осмотра было принято решение, что муниципалитет возьмет на себя часть обязанностей, чтобы ускорить запуск детского сада. Другую же часть должна исправить подрядная организация, виновная в проблеме. Далее два блока еще в месяц, полтора месяца. До Нового года не успеет. До Нового года мы должны успеет закрыть. Получается, вы завершаете кровлю, отделку и закрытие теклового контура? Да. И полностью уходите в внутреннюю отделку? Да, внутреннюю. Там будет уже покраска, шпаклевка по мелочи. Остается у вас по пересмотренному графику, какой у вас получается? Пересмотрены до апреля у нас было. Ну, сейчас который? Нет, следующий 22-й апрель. Ну да, после того, как пересмотрели, у вас сейчас установили апрель 22-го года? А потом обычная наша. Хотя здесь меньше замечаний? Готовьте весь перечень замечаний, преднадзоры и так далее. Сопровождали главу города, председатель горсобрания депутатов, заместители и руководители структурных подразделений. Также на месте состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития и улучшения транспортной логистики. В ближайших планах благоустройство и ремонт улиц, автомобильных дорог, оформление прав собственности на объекты недвижимости и земельные участки на территории поселка. А что ты за вопрос говорил по уголустройству центрального сквера? Про какой центральный сквер ты говорил? Это тот сквер, где здание администрации находится, перед ним есть 34 многоквартирных домов, во дворах этих домов, большая территория. Казбековская? Да. Казбеков? Переселить нельзя оставить. В Дагестане продолжается реализация программы переселения граждан из аварийного жилья. Вопрос обсуждался на специальном совещании правительства региона. В этом году между республикой и фондом ЖКХ было подписано дополнительное соглашение. Так, будут досрочно завершены программные мероприятия в части расселения из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Были также утверждены дорожные карты в целях завершения мероприятия в 2013-2017 годах, согласованные с главами муниципальных образований. С начала года в Махачкале расселено 11 семей, в Дербенте – 17, в Избербаше – одна семья. Напомним, в Дагестане аварийными и подлежащими сносу после 1 января 2017 года было признано более 70 многоквартирных домов. Ресурсный центр развития добровольчества открылся в Дербенте. Он создан в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность». Напомним, что ранний город выиграл конкурс среди муниципалитетов Дагестана на создание подобных центров. В ходе мероприятия собравшимся рассказали о работе и основных направлениях нового учреждения. Оргтехнику, мебель и звуковое оборудование центру предоставили в Министерстве по делам молодежи республики. И для добровольцев города Дербент – это большой успех. Я думаю, что в дальнейшем добровольческий центр Дербент 5000 будет все больше и больше развиваться. Конечно же, мы, как отдел молодежи, политики и спорта, всегда будем помогать и поддерживать, и развивать все те направления, которые актуальны и нужны для молодежи города Дербент. За 2021 год в республике произошло 1206 аварий, в которых погибли 255 человек, из них 9 детей. Ко Всемирному дню памяти жертв ДТП в Махачкале прошла акция. Ее участниками стали сотрудники ГИБДД, Министерство по делам молодежи, Управление образования Махачкалы, а также представители детско-юношеской автошколы и отряда «Юные инспекторы движения». В рамках акции они запустили в небо белые шары с именами погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, раздали листовки с напоминанием о важности соблюдения правил дорожного движения, светоотражающие элементы и провели беседу с прохожими. Акция была проведена с целью напомнить владельцам автотранспорта о культуре вождения, о пешеходам, о соблюдении необходимых мер безопасности. Ежегодно мы все равно теряем наших родных и близких, несмотря на то, что неоднократно и обращаемся, и призываем о соблюдении правил дорожного движения. Мы детско-юношеская автошкола тоже определенную работу проводим вместе с управлением госавтоинспекции, но, к сожалению, сознательность наших граждан еще пока на низком уровне. Надеемся очень, что правосознание будет гораздо лучше, и мы поймем, что действительно соблюдение правил дорожного движения – это единственный способ сохранить нашу жизнь и здоровье в процессе дорожного движения. Дети – наше будущее, мы говорим, но на деле пока не происходит кардинальных изменений. Пришел, попробовал, купил. Республиканская сельхозярмарка состоялась в Буйнакске. Около ста местных аграриев представили свою продукцию на одной площадке, а жители города и района могли приобрести качественные натуральные товары без наценок от перекупщиков. В Метельхозе республики считают, что проведение подобных мероприятий – это один из способов сдерживания роста цен. Ведомство заявляет, что сельскохозяйственные продукты в Дагестане по стоимости самые доступные в России. Наш основной рычаг – это оказание господдержки тем работающим сельхозтоваропроизводителям, отбор реальных и добросовестных товаропроизводителей. И в дальнейшем эту работу мы будем проводить и в других районах, и в других городах. И постараемся круглый год проводить эти мероприятия хотя бы раз-два в месяц. Детская республиканская стоматологическая поликлиника готова принять пациентов по новому адресу. Накануне состоялось торжественное открытие. К слову, изменился не только адрес лечебного учреждения, но и многое другое. А что именно, расскажет наш корреспондент Хамзанур Магомедов. Новое помещение детской стоматологической поликлиники, что называется, радует глаз. И дело тут не только в свежем ремонте. На стенах известные персонажи из мультфильмов в зале ожидания большой телевизор. Всё сделано для того, чтобы маленькие пациенты чувствовали себя максимально комфортно. Мы поменяли не только здание. Наши врачи работают согласно последним протоколам лечения, используя последние фотополимерные пломбы. Все прошли подготовку, переподготовку. Мы очень надеемся, что принесём пользу детскому республике Дагестан и поднимем уровень оказания детской стоматологической помощи. Детская стоматология принимает пациентов до 18 лет. Здесь бесплатно оказывают услуги терапевта, ортодонта и хирурга. На приём можно записаться как через сайт госуслуг, так и в самой поликлинике. С собой иметь свидетельство о рождении, полис и снился ребёнка. Я очень часто прихожу в эту поликлинику. Здесь очень хорошие врачи и очень хорошо смотрят за детьми. Все мои дети сюда ходили. И как результат в поликлинике? Очень хорошие. Мои дети довольны. Поздравить жителей республики с открытием новой больницы пришли как чиновники, так и главврачи других клиник. Они осмотрели медкабинеты, новое оборудование, поговорили с персоналом и маленькими пациентами. Посмотрев, пообщавшись и с коллективом врачей, и даже с маленькими пациентами, я даже вот нам спросил, боитесь ли вы? Нет, чего тут бояться? На самом деле здесь стоматология, конечно, как и в медицине, она всё-таки развивается. И здесь уже вижу, на самом деле, никакого страха у детей. Здесь комфортные, хорошие. Вы знаете, более 40 с лишним лет детская республиканская поликлиника располагалась в крайне стеснённых условиях. И сейчас то, что мы видим, это и расширение площадей, это и комфортность пребывания. И это тоже немаловажно. И, конечно же, качество оказания медицинской помощи. Если качество оказания зависит от медицинского персонала, который там работает, то, а здесь он высоко профессиональный, то комфортность пребывания – это важна и для мамы, и для детей, которые приходят сюда. И сегодня мы в этом убедились. Новая детская стоматологическая поликлиника теперь расположена рядом с троллейбусным кольцом по адресу проспекта Кушинского, 8. На территории клиники есть парковочные места и площадка для прогулок с детьми. Лечебное учреждение работает с по 8 утра до 7 вечера. Хамз Нурмагемидов, Нурмагемид Магемидов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Своё кино на ННТ. Наш телеканал представляет новый сериал собственного производства. Картина «Долг» повествует о молодом человеке, ах нет, сирота, который приехал на учебу в Махачкалу и подрабатывает на автомойке. Он попадает в трудную жизненную ситуацию и в поиске денег обращается к своему соседу. Тот предлагает ему работу, парень с радостью соглашается, не подозревая, что это повлечет за собой множество необратимых последствий. Что ждет главного героя картины, узнаете скоро. Ну а первую серию смотрите сегодня в 20.00 на канале ННТ. О спорте. В Дагестане теперь будут развивать и баскетбол. Сегодня Хабиб Нурмагомедов и Андрей Кириленко открыли площадку в 42-й столичной школе. Известный в прошлом баскетболист, ныне возглавляет Российскую Федерацию этого вида спорта. По прилету первым делом он сыграл в показателем матче со сборной колясочников. Кириленко пообщался с командой и сделал памятные подарки. После баскетболиста вместе с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым посетили площадку, построенную фондом Кириленко еще в сентябре. Здесь на небольшой территории расположены корт для игры в баскетбол 3х3, октагон для спаррингов, а также зона для воркаута. Мы, как дагестанцы, мы любим не только борьбу и единоборство, смешанное единоборство, также и мы любим командные игры. Если у нас будет развиваться этот вид спорта, я считаю, что мы можем достигнуть успехов, больших успехов в этом виде спорта, потому что даже вот здесь фотка, как двое играют в баскетбол, это тоже единоборство. Смотрите, они борются за мяч, а бороться мы умеем. Хочу огромное спасибо сказать вам всем и Хабибу в особенности, потому что вот эта площадка, которая здесь построена, в ней есть огромная часть и заслуги Хабиба, потому что уже в течение 3-4 лет он помогает подписывать различные вещи с автографом. Мы их продаем и, естественно, на эти деньги есть возможность строить такие великолепные площадки. Дагестанский футболист Гамит Агаларов продолжает голевую серию. В последнем матче в российской премьер-лиге он забил в ворота Ростова два мяча на 15 и 57 минутах. Первый раз он отличился после передачи партнера, а второй – реализовав пенальти. Теперь у нашего земляка 13 голов за 15 игр. Он лидирует в чемпионате, опережая нападающего «Зенита» Артема Дзюбу на три мяча. Борец-вольник Магомед Курбаналиев завоевал золото чемпионата мира среди военнослужащих. Турнир в эти дни проходит в Тегеране. Дагестанскому спортсмену не было равных в категории до 74 килограмм. В столице Ирана Курбаналиев три раза выходил на ковер. В первых двух схватках он досрочно справился с соперниками из Сирии и Армении, а в решающем поединке одолел хозяина ковра 4-1. Магомед Курбаналиев представляет ЦСКА, имеет звание прапорщика. За плечами дагестанского борца есть победы на обычном чемпионате мира и две золотые медали на чемпионатах Европы. Смотрите нас также на наших официальных страницах в соцсетях и на сайте nntv.ru. А у меня на этом все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова